Среди великого множества чудес, сотворенных благодатью и милостью Божьей Матери Малеви, одним из самых необычных было исцеление послушницы Вероники. Это чудо произошло в монастыре святого Иоанна Богослова в селении Папагу. Вероника была больна раком. Ее неоднократно госпитализировали в городскую больницу Вуллы. Однако в последний раз она вернулась в монастырь с парализованными руками и ногами, чтобы спокойно умереть здесь. Монахини решили постричь ее в большую схему в среду 8 марта 1970 года, дабы она отошла к Богу как монахиня. Однако доктор не был уверен в том, что Вероника доживет до дня своего пострига, и поэтому постриг решили совершить без промедления, в первое же воскресенье 5 марта на вечернем. Ее должны были перенести в храм, в кресле. Одна женщина приготовила ей монашескую схему и приделала к ней смоченную в малевийском мире ватку. В четверг, пятницу и субботу больная пребывала в молчании. Вечером Вероника попросила сделать ей обезболивающий укол, который принес ей облегчение, и уснула. Во сне в какой-то момент послушница четко услышала стук в дверь. — Кто там? — с нескрываемым неудовольствием едва слышно промолвила она. — Не дают мне покоя. И вдруг она видит, как дверь отворилась, и в комнату вошли трое людей. Величественного вида госпожа, владыка и еще какой-то почетный человек, на котором был хитон. Пока монахиня с недоумением и смущением рассматривала нежданных гостей, госпожа сказала ей. — Ты, конечно, спрашиваешь себя, кто мы и откуда? — Я пришла к тебе из Малевийской обители. Высокопреосвященнейший из ваших мест и живет на Эгине. Возможно, это был святой Нектарий. Из этих же мест и любимый ученик Господа нашего, который является вашим заступником и живет здесь. Скорее всего, это был святой Иоанн Богослов. — Я собиралась посетить тебя через несколько дней, но подумала, что лучше прийти сегодня вечером. Вдруг завтра ты станешь монахиней. Я помогу тебе подняться, укреплю настолько, что ты сможешь исполнить все свои обеты, а мало-помалу и подвиги. — Я, моя госпожа, — ответила Вероника, — не могу встать на ноги и даже сдвинуться с места. Ко мне ежедневно приходят две-три сестры, чтобы поднять меня. — Веруешь ли ты в силу Божию? — спросила величавая жена. — Верую, — непосильная людям под силу Богу. Она взяла находившуюся в келье икону Пресвятой Богородицы Малеви, дала ее послушнице и сказала. — Вот, возьми ее, чтобы ты поняла, кто я. Посмотрев на икону, больная воскликнула. — Пресвятая Дева, это ты! Богородица тихо улыбнулась ей и исчезла вместе со своими спутниками. Послушница же исцелилась. Первой о чуде узнала мать Нектария, которая помогала Веронике. Она сразу побежала известить об этом всех в храм, так как было время повечерия. Печаль сестер обители переменилась на радость. Последовали колокольный звон, слезы радости, словословия, акафисты, Богородицы и Литея. Вечером следующего дня в присутствии множества народа до сели невиданного в монастыре состоялся монашеский пострих. Вероника, которой дали новое имя, Магдалина, уже не сидела парализованной в кресле, а твердо стояла на ногах, совершенно здоровая.